Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Мы живем с родителями мужа, а он единственный сын среди двух дочерей. Мой свекор деспотичный человек. Все должно быть как он хочет, так как на рынке всю жизнь проработал. И он указывает моему мужу, что делать, когда работать. Меня это очень злит. И что мы не можем делать перерыв, когда захотим. Как перестать на него злиться? Свекор, наверное, молодой еще, 56 лет. Хм, при чем здесь возраст? Я, честно говоря, не очень понял. Ну, в смысле, к чему вы про возраст. Вот. Скажите, а перестать злиться за как? Ну, то есть, почему вы хотите перестать злиться? То есть, то есть, ну, вы считаете, что это нехорошо? Что вы, ну, что вы злиться? Что вы, ну, что вы злиться? Вы считаете, что... Что вы не должны злиться? Или как? То есть, то есть, вот... Я бы, ну, на этот момент... Хотел бы обратить ваше внимание. Вы просто в этом смысле, в этом случае, на мой взгляд, противоречите... Себе немного. Потому что, ну, вы называете... Вы называете человека... Деспотом. Вот. А сами потом... Говорите... Как перестать на него злиться? Ну, Деспот, он... Вообще говоря... Эм... Эм... Что... Вызывает... Ну... Как бы... Вызывает злость. То есть, это... Нормально. Это нормально. Это нормально. Абсолютно. Вот. Поэтому... Вот. Поэтому... Вот. Условно говоря, да... Тот... Ну, условно говоря, да... Тот факт, что... Вас... Ну, притесняет, да... Притесняет вас... человек, с которым вы живёте, священно естественно вызывает злость, и это нормально, вот, поэтому это следствие наружения лишних границ ваших. Вот, и, на мой взгляд, с этим нужно что-то делать, то есть, либо обозначать свои границы, ну, человеку. Вот, ну, в смысле, ставить его перед фактом того, что вы будете делать только так и не иначе. Например, либо, как и сказал мой коллега Кудряшов Игорь Леонидович, да, и парировать, жить отдельно. Потому что в каком-то смысле, если вы, ну, если вы живёте, на территории человека, то хочешь, не хочешь, будешь подчиняться каким-то правилам, который этот человек устанавливать. А если не хотите этого сделать, да, то, нужно жить самостоятельно. Ну, просто самостоятельно. Вот. И последний момент. А ваш парень считает проблемой то, что... происходит, как он живёт. Или для него это не проблема. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать на с собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи! Обращайтесь! Обращайтесь! Обращайтесь!